Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. Тема нашей сегодняшней программы государственные услуги по линии МВД. В нашей студии Елена Александровна Умярова в РИО начальника отдела по вопросам миграции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу и Александр Юрьевич Алныкин, начальник отделения по экзаменации ОГИБДД управления МВД России по Одинцовскому городскому округу. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте сегодня детально разберемся в этом вопросе. Александр Юрьевич, расскажите, какие госуслуги можно оформить на едином портале по линии МВД касаемо ГИБДД? К основным государственным услугам, наиболее распространенные в наше время, это замена водительского удостоверения, получение водительского удостоверения и все любые действия, которые связаны с регистрацией транспортных средств. Это наиболее распространенные, часто пользующиеся граждане, поэтому вот именно эти можно причислить к основным. Насколько легко это происходит? И насколько это действительно удобно для граждан? Это очень удобно. Это в последнее время стало очень легко. Всего лишь навсего гражданину, который хочет получить ту или иную услугу, необходимо подать заявку на портале государственной услуги. При наличии личного кабинета, где гражданину назначается дата, время проведения какого-либо регистрационного действия, либо замены водительского удостоверения, гражданин приходит, прибывает в наше подразделение к этому времени, обращается в специально отведенное окно, предоставляет необходимое количество документов, перечень оговорен, есть на портале, либо просто граждане могут воспользоваться услугами, которые предоставляются нами. И получить услугу в назначенное время, это все очень просто, очень понятно. А вот процентное соотношение людей, которые все-таки за последнее время чаще стали пользоваться госуслугами, оно растет? Да, однозначно могу ответить, что да. Это, думаю, скорее всего связано с тем, что порталом стало пользоваться гораздо проще, гораздо понятнее, поэтому люди только положительные отзывы оставляют о работе портала в целом, ну, поэтому процент растет ежемесячно, поэтому все очень понятно. Александр Юрьевич, ну вот все-таки, если нет возможности записаться через портал госуслуг, как получить ту или иную услугу? Для этого необходимо обратиться в подразделение ГИБДД, ну, я буду говорить касаемо Одинцовского городского округа. Необходимо прийти и в порядке живой очереди получить услугу. По каким дням, часам ведется прием? Да, дни со вторника по субботу, любой день, время приема с 9 до 18, обеденный перерыв с часу до 2. Но все-таки лучше постараться найти возможность, да, и записаться через портал госуслуг, потому что в этом случае получится избежать и очередей, и не нужно будет тратить дополнительное время на ожидание. Да, совершенно верно. Можно самому очень удачно распланировать свой день. Портал дает возможность выбор времени прибытия гражданина к тому или иному времени. То есть, в принципе, если мне, например, удобно в четверг после 4-х, то я могу выбрать именно это время. Да. То есть, не рандомно назначается время, а то время, которое удобно. Да, совершенно верно. Какие нужны документы предоставить гражданину для замены водительского удостоверения? Паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ его заменяющий, медицинское заключение, водительское удостоверение, которое подлежит замене, и квитанция об оплате государственных услуг. Как поставить на учет автомобиль или снять его с учета? Насколько эта процедура тоже проста? Если касаемо портала, то все также очень просто. Гражданин, опять же, выбирает назначенное время, прибывает к нему и оформляет документы. Если, опять же, вернусь к вопросу к тому, что у гражданина нет возможности воспользоваться порталом, он также прибывает в подразделении, получает талон в терминале системы управления электронной очереди, и в порядке же очереди обращается к инспекторам, оформляет документы и пользуется, ему предоставляется услуга «Постановка на учет автомобиля». То есть, варианты есть помимо портала, но, опять же, как правильно вы заметили, точно все в назначенное время, удобно и очень быстро. Елена Александровна, какие госуслуги можно оформить на едином портале госуслуг по вашей линии? Отделам по вопросу миграции предоставляется 12 государственных услуг. Через портал государственных услуг можно осуществить подачу 8 государственных услуг. Это как по линии граждан Российской Федерации, так и по линии иностранных граждан. Основными госуслугами являются это оформление и выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность за пределами территории Российской Федерации. Это загранпаспорт. Загранпаспорт старого поколения – это сроком на 5 лет, и нового поколения с биометрическими данными – это сроком на 10 лет. Также регистрационный учет граждан России – это по месту пребывания, по месту жительства, а также снятие с регистрационного учета по месту жительства, по месту пребывания. Далее можно через портал государственных услуг подать приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину, либо лица безгражданства. Также существует система управления электронной очереди – это когда люди записываются сами на прием в подразделении, на личный прием, на консультацию, или также для осуществления предоставления государственной любой услуги. Как это можно сделать? В какое время? Какие часы работы? Вот если записаться на консультацию, если записаться именно к специалисту? На территории Одинцовского городского округа осуществляют деятельность 8 миграционных пунктов. Они предоставляют государственные услуги по направлению граждан России. По территориальности каждый гражданин знает, где находится территориальный пункт. Это как Голицыно, Кубинка, Барвиха, Успенка, Одинцово, Немчиновка. Везде там есть свои миграционные пункты. Когда люди подают заявление, допустим, на регистрацию по месту жительства, там в разделе есть пункт «Личное посещение». Гражданину дадут выбрать адрес. Гражданин выбирает адрес и прибывает за услугой. Приближается лето. Это значит, что все поедут отпуска. Сейчас для вас начинается горячая пора. Или все-таки у нас сознательные жители, и они готовят сани заранее? Нет, к сожалению, сани не готовят заранее. Сани готовят непосредственно перед майскими праздниками. Вот что и случилось в этом году. Потому что, мне кажется, за период пандемии все немножечко расслабились, забыли уже, как выглядит и загранпаспорт, и какой у него срок действия. Да, справились к счастью и большой благодарностью к сотрудникам отделения паспортной работы. Они справились. Были очереди, я имею в виду, очереди по записи. Но, опять же, повторюсь, люди сами записывались на прием, либо мы их приглашали на время, которое было свободное. Кого не устраивало, люди либо звонили по телефону в отделение по паспортной работе, либо приходили. Никто не остался без паспорта? Нет, никто не остался без паспорта. Я думаю, спокойно будут лететь. Елена Александровна, когда мы готовились к этой программе, нам поступил запрос от зрителя касаемо подростков, которым исполняется 14 лет. Вот когда нужно родителям подавать документы и как это правильно сделать? Оказалось, что не все знают. Ну, да, не все знают. Многие обращаются уже по привычке через портал госуслуг, либо в МФЦ. Но это можно осуществить, придя непосредственно в подразделение, где обслуживается территория, где проживает семья, где зарегистрирована. То есть, когда исполнилось ребенку 14 лет, и сразу можно на следующий день уже идти в миграционную службу? В течение месяца нет никакого нарушения. В течение месяца обязаны документироваться паспортом гражданина Российской Федерации. Елена Александровна, какие документы необходимы гражданину в случае замены или выдачи паспорта РФ или другого документа? Замена паспорта гражданина Российской Федерации, да, скажем, что первый раз документируется в 14, затем в 20 и в 45 лет. Если это по возрасту, у меня человек приходит со своим паспортом, фотография, госпошлина. Если говорить о портале государственных услуг, чем он удобен, гражданин может оплатить госпошлину на портале, где предоставляется порталом скидка 30%. Он приходит в подразделение только лишь со своим паспортом. Если у гражданина есть несовершеннолетние дети, брак, он приносит оригиналы документов, потому что сотрудник несет ответственность за прием документов и подписывается, что документ сверен с оригиналом. Поэтому с копиями, мы, конечно, что-нибудь приветствуем, когда люди приходят с копиями, чтобы быстро осуществить процедуру замены и предоставления. Но обязательно нужно иметь на руках оригинал документов. Обязательно оригинал. Чтобы вся информация была внесена в новый документ. Да, да. Почему мы советуем обращаться через портал госуслуг? Мы там предоставляем полный список документов, которые необходимы, расписываем, куда нужно прийти, в какой кабинет, какие при себе необходимы иметь документы. Все-таки в вашем подразделении граждане отмечают, что с появлением портала госуслуг стало гораздо проще получить ту или иную услугу. Конечно, конечно, отмечают. Как вы получаете обратную связь? Обратная связь, но граждане оставляют отзывы на сайте «Ваш контроль». Кто-то благодарность, но жалоб пока не поступало, я говорю, с этим наплывом по загранпаспортам справились. Многие пишут на «Ваш контроль», мы всегда отслеживаем отзывы, стараемся устранить все недостатки. Просто сотрудник, осуществляющий государственную услугу, он еще и отвечает на вопросы, которые ему задают по телефону. И много людей, граждан, количество населения у нас составляет более 400. Все стараются ответить, но, к сожалению... Сотрудников все-таки не всегда могут справиться с таким потоком звонков и объемных. Да, поэтому всегда можно задать вопрос на портале государственных услуг, чему, опять же, мы советуем и приветствуем, когда человек подает. У нас ведется переписка. То есть ни одно сообщение не останется без внимания? Нет, это все контролируется. То есть так, наверное, проще, чем обрывать телефонную линию. Ну и тогда, это естественно. Александр Юрьевич, хотелось бы, чтобы Вы тоже включились в беседу и рассказали о тех изменениях, которые вступили в законную силу с 1 апреля текущего года по Вашей линии. Да, 20 февраля 2021 года приказом министра внутренних дел номер 80 был утвержден совершенно новый административный регламент, который упорядочивает процедуру принятия квалификационных экзаменов. То есть, как раньше мы помним, гражданин, который обращался в подразделение экзаменационное, по вопросу сдачи экзаменов сдавал три этапа. Теоретическую часть. Первый этап практического экзамена в простонародье, так скажем, площадка. И второй этап практического экзамена – это сдача экзамена в условиях дорожного движения. Сейчас площадку убрали из сдачи экзаменов, но элементы, которые раньше выполнялись на площадке, инспектор вправе потребовать от кандидата в водители выполнить в условиях реального дорожного движения. То есть, навык, который раньше проверялся инспекторским составом в условиях закрытой экзаменационной площадки, сейчас проверяется в условиях реального дорожного движения. То есть, человек выполняет определенное количество маневров, парковки, остановки, трогание, остановка на подъеме и так далее. И там подобное. Это основные изменения, которые были с 1 апреля 2021 года введены в действие приказами нашего министра. Елена Александровна, может ли иностранный гражданин воспользоваться порталом госуслуг? Иностранный гражданин не может воспользоваться порталом госуслуг. Но иностранному гражданину это и не нужно, потому что для постановки на регистрационный учет по месту пребывания сведения подает не иностранный гражданин, а принимающая страна. Это гражданин России. Либо гражданин, имеющий вид на жительство на территории Российской Федерации, которые уже имеют доступ к порталу госуслуг. И могут пользоваться всеми услугами. Как встать на миграционный учет иностранному гражданину? В какие сроки и какие необходимы документы для этого? В основном, за исключением некоторых стран, иностранный гражданин должен встать на миграционный учет в течение 7 рабочих дней. Какие необходимы документы иметь при себе? В какие дни это можно осуществить в миграционной службе? Предоставление данной государственной услуги происходит по адресу город Одинцова, улица Недельный, дом 11. В настоящее время возможно записаться на подачу документов для получения уведомления о временном пребывании на территории Российской Федерации через электронную очередь системы управления. Нужно позвонить по телефону гражданину Российской Федерации, который является принимающей стороной, либо если иностранный гражданин является собственником жилого помещения и регистрирует сам себя, либо гражданин, имеющий вид на жительство на территории Российской Федерации, он может сам записаться, потому что граждане России и граждане, имеющие вид на жительство, у них уже есть доступ к СПГУ, где они могут записаться на личный прием. Могут обратиться непосредственно туда, в порядке живой очереди, либо обратиться непосредственно недель на 11 в прием и записаться на любое свободное время. Все-таки, Александр Юрьевич, Елена Александровна, Вы за портал Госуслуг? Конечно. Да, однозначно, да. Спасибо Вам за интересную беседу. Спасибо, что сегодня были с нами. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания. Спасибо.